Уже второй год финальный этап турнира по самбо на призы братьев Сабировых проходит в новом формате. Шоу-программа со зрителями и премиальными для профессиональных бойцов призвана вывести этот спорт на новый уровень, считает чемпион Советского Союза Вахид Сабиров. Его старший брат Юрий является чемпионом мира среди ветеранов. Соревнования проходят уже четвертый год. И раскручиваем просто самбо. Показываем в разных интерпретациях, в разных формулах проведения соревнований, разный возраст. Это и стенка на стенку, это и женская самбо, это и боевая самбо, это и взрослая самбо. И личный, как говорится, перед средним возрастом. Абсолютно все возраста участвуют в нашем фестивале. Я считаю, что это очень помогает развитию спорта, потому что любой вклад, который доносится в наш спорт, и если делать такие соревнования почаще, то про самбо будут узнавать еще больше людей. Больше людей будет интересоваться. Мне соревнования такого уровня безумно нравятся, и я очень рада, что могу принять в них участие. Фестиваль проходил два дня. Все отборочные этапы и встречи юноши состоялись в зале на Багрицкого. В спорткомплексе «Краян» самое зрелищное. Финалы всех категорий в боевом самбо, гран-при среди мужчин и женщин по спортивному разделу и командная встреча стенка на стенку одесского спортфактора и кривого рога. Мы не только будем братьев Сабировых, мы делаем уже Бабаянцева, мы делаем Пасечника, мы делаем братьев Сабировых. Сейчас у нас Боря Кацап. Почему? Потому что должна быть история самбо. Они действительно легенда самбо в Одесской области. Сейчас у нас Анатолий Волошинов тоже будет под его, может мы под его день рождения сделаем в июле месяце. Почему? Дети должны знать, люди должны видеть. И тогда только история самбо будет продолжаться и будет самбо наше еще лучше укрепляться. Гран-при у мужчин весит до 65 килограммов, выиграл многократный призер и чемпион Украины Александр Спивак. В финале среди девушек Алварта Копяна из Тернополя победила одесскую чемпионку Европы Александру Гидерим. В командных соревнованиях одесситы были сильнее кривого рога 5-1. О медали в боевом самбо между собой оспорили подопечные Виталия Чебана, которые также недавно привезли медали из Херсона. Добавим, что одесситы привезли три золота первенства страны в спортивном самбо, что дает им путевки на молодежное евро на Кипре. Среди них и Кирилл Шевчук. Конкурентов было немало. Соревнования были мощные. Я выиграл 4 встречи. Первую пропускал, вторую выиграл у парня из Николаева, третью выиграл в полуфинале у парня из Ивана Франковска и в финале выиграл у Киевлянина. А вот бои на двух коврах спортзала на Багрицкого отличались массовостью. В гости на турнир приехали спортсмены из Винницкой, Крапивницкой, Херсонской, Тернопольской и Днепропетровской областей. Наши ребята самбисты принимают активное участие в традиционном турнире братьев Сабировых, за что им большое спасибо. Мы гости, нас пригласили. Уровень неимоверно высокий, популяризация очень шикарная. Я получил для себя огромнейший урок, как это делать, как поднимать, как развивать. И вам большое спасибо, потому что такого уровня детские и юношеские соревнования, детский турнир, нового уровня для взрослых, такие уровни, как гран-при, популяризация, демонстрация и соревновательный азарт, он у вас на неимоверно высоком уровне. И нам очень приятно. Теперь одесские бойцы готовятся к чемпионату Европы в Минске, который пройдет в конце февраля. Дмитрий Богомолов, Наталья Довбыш, телеканал Репортер.